Данное решение, которое планируется к осуществлению согласно плану мероприятий на 1 января 2023 года, продиктовано многолетними проблемами по организации стационарной помощи в наркологии. И на сегодня мы выходим на понимание того, что у нас остается полностью амбулаторная служба, диспансерный учет, диспансерные наблюдения, консультации врача-нарколога. Они будут переведены в город по адресу, где также принимает врач-психиатр. Что касается стационаров, то те 300 пациентов в год, которые проходили все-таки стационарное лечение за последние годы у нас в нашем отделении, эти объемы будут переданы и пациенты будут приниматься безоговорочно представителям краевого наркологического диспансера Ачинского филиала. То есть пациенты с психозами и пациенты с тяжелым патентным синдромом. Если люди с психозоматского алкогольного опьянения попадали с соматическими какими-то проблемами, они будут получать лечение в условиях стационаров Назаровской районной больницы. То есть либо это будет терапия с учетом интоксикации и тяжести состояния, либо это будет отделение реанимации. То есть никому не будет отказано от медицинской помощи? Да, и что касается персонала, 16 человек у нас, это состав наркологического отделения, врачебный персонал будет полностью трудоустроен, как я уже сказал. Средний персонал на 80% уже изъявил желание перейти на другие места работы, было предложено также и всем остальным трудоустроиться, но есть отказ от одной медсестры, которая имеет состояние ограничения по здоровью, и одна медсестра, это жительница не города Назаров, а города Ачинска, имеет четкую специализацию по медсестре наркологического профиля. Я думаю, что совместно с Ачинским наркологическим диспансером мы трудоустроим ее в городе Ачинске. Такая проблема, я думаю, будет решена, потому что изначально мы проговаривали про возможность трудоустройства на Ачинскую базу. Что касается прочего персонала, также были сделаны предложения и младшего персонала в части работы в нашем открытом отделении палеоактивной помощи. Часть изъявили желание, часть находится пока в состоянии раздумий, потому что время еще у людей есть.